О судьбах мира, о матушке России, поэтому я сейчас так сделаю Стартрека и можешь отвечать. Итак, почему, точнее, как ты думаешь, что после ВЦГ будет с Crossfire VP? С Crossfire VP, я думаю, будет примерно следующее. Crossfire VP либо ожидают, ну, не знаю, как насчет VP, останутся ли они под тегом, это вопрос исключительно турнирного плана, да? Если будут по Crossfire турниры, да, скажем, в России и за рубежом, тогда будет тег VP, потому что, я думаю, вряд ли VP выгонят за четвертое место команду, которая просто единственная, кто пытался там конкуренцию азиатам поставить, и в принципе у них это получается. Не, ну подожди, давай так, смотри, ну, как я понимаю ситуацию, человек далекий, да, абсолютно сторонний наблюдатель. Значит, есть киберспортивная организация, которая подгребает под себя какой-то более-менее успешный состав по какой-то игре, зачем? Затем, чтобы этот состав, подожди, не перебивай, затем, чтобы этот состав давал этой киберспортивной организации, во-первых, славу своими победами, во-вторых, деньги, потому что это должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Так как VP платят деньги киберспортивному составу, так и киберспортивный состав какой-то дисциплины должен возвращать эти деньги призовыми с турниров. Я правильно все понимаю? Я думаю, все-таки это немножко неправильно. Почему? Я сейчас объясню почему. Потому что в основном киберспортивная, скажем так, фигня получает доход от, ну, насколько я знаю, доход от спонсоров. Ну, это все к своей фигне. Им чем выгоднее выступает состав, да, тем больше спонсоров хотят учить. Ну, это вторая стеза, это ты меня не опровергаешь, а дополняешь, скажем так. Я просто дополняю. Нет, на самом деле, если ты думаешь, что там забирают призовые у игроков, то этого нет. Не забирай. Да нет. Достаются игрокам. Ну, не прям все. Нет. Ну, не прям все до рубля, до цента. Ну, да, до цента. Да прям, не прям, да ладно. Ну, если это не так, поправьте меня, ребят. Поправьте его, ребят. Я, насколько сам предполагаю, то, что это так. Не, я не утверждаю, я спрашиваю, да ладно. Нет, по-моему, да. То, что призовые остаются все. Допустим, нет. Допустим, есть такая организация, как М5. Москва 5 была. Была. Где получалось нечто. Ну, я думаю, за то, что так получалось, за это и Дмитрий, все знают его фамилию. Не все знают его фамилию. Время в местах не столь отдаленно. Потому что у них была такая штука. М5 делали из задротов людей. Там все призовые уходили на... Они лежат как бы в копилочке М5, да? Ладно, бросим, Миш. М5 нам вообще не интересно. Вопрос был, что будет со станом ВП. Мы с тобой ушли в призовые. И почему в это ушли? Потому что, как бы... Я думаю, если будут турниры, скажем так, если будут турниры по Crossfire, какие-то крупные международные или много в России, то ВП, в принципе, оставит состав по Crossfire у себя, если ребят сами не захотят уйти, да? Хотя это делать глупо, потому что ребят им платят деньги, да? Хоть какой-то профессиональный тег. Но это не важно. Не в теге дело. Насчет команды, я думаю... Так я, подожди, еще раз тебя перебью, последний раз. Я тебе почему вот эту вот систему, как бы, пытался выспросить или объяснить? Потому что, как бы, вот тут люди пишут, не будет турниров ПКФ. Потому что ВЦГ является единственным мировым ивентом, где собираются лучшие игроки этой дисциплины. Нет, не единственным. Хорошо. Есть еще европейские лиги. Ты меня не слушаешь, Миша. Единственным, где собираются мировые игроки. Игроки со всего мира. Еще Вогл. Вогл. На Вогл приезжали китайцы? Ой, Вогл. Так, Вогл, Вогл. Не Вогл, этот как... Ой-ой-ой-ой. Я забыл, как он называется. Вем. Да, там как раз-таки Вем проводится в Китае. Там есть и китайцы. Там были русские? Русских там не было, но он есть. Ты меня, значит, не слушаешь. Я говорю, где собираются все игроки мировые. Лучшие игроки. Ну, Виртуз Про одни из лучших. По четвертому месту, можем сказать, их не было на твоем Вем. Но если бы... Поэтому не пытайся меня опровергнуть. Лан турниров мировых, так как... Ну, он уже пишет, что обанкротился Вем. Ну, я, к сожалению, об этом не знаю уже. И вот, вот, не играл. Последняя твоя надежда и то умерла. Ну, так как бы, что по этому будет? Зачем ВП нужен состав, не выигрывающий, когда есть один турнир в год? А в этом сами, как бы, игроки писали и говорили. Я слышал, зачем Макс что-то такое писал? Типа, зачем нам сидеть целый год в ожидании ВЦГ? Я именно объясняю то, что если турниры какие-то будут, да, то ВП будет. А на самом деле, я что... На что могу сказать? И ВП будет, и это. Если в Crossfire, в русском, хотя бы будут достойные турниры, да, то эта команда сохранит свое... Скажу так, именно команды я беру как люди, да? Не как ТЭК, а именно как команда. Она сохранит свое существование, но изменение после ВЦГ 99%, потому что состав изменится на 70%. Кого не будет? Мое предположение, не будет Варе уже 100%. Ну, просто, мне кажется, ребята, если будут... Либо все разойдутся куда-нибудь... Вот смотри, уже сразу... Сейчас, сейчас, ну дай мне свою точку времени. Варианта будет только три. Если, ну, для дальнейшего продолжения, скажем так, действий, либо ребята разойдутся по нежеланию в разные проекты, в разные коллективы, либо будет замена. Замена, скажем так, некоторых людей. Мои кандидаты на замену, это Варя. И, ну, я не хочу это озвучить, кто будет еще там. Допустим, мне кажется, это будет Гнус и Имба. Потому что, мне кажется, останутся Хилка и Базя. Ого. Интересный подход. Это мои. Но потому, как показывает себя Гнус, на самом деле, да, как показывает Имба. Имба, там, исключить, там, к нему, даже если есть претензии, там, со стороны игроков, это за счет импульсивности. Но все понятно, молодой игрок, тем более капитан, тем более очень хороший игрок, эмоции захлестывают. Так Макс на этом ВЦГ грязь лицом не ударил, он показал очень уверенную игру в каждой игре. Потому что там, когда не тащил никто, тащил Макс. Ты даже видел, да, вчера в полуфинале, когда он просто на характере пошел и дал всем по щам. Ну, это и Ивил Раунд. Да. Ну, и так у него и... Соло Ивил Раунд. Таких у него Ивил Раундов в каждой игре было результаты. Да, он не принес, но суть была в том, что человек хочет играть, он играет. Варя даже если хотел играть, но у него просто не получалось. Не знаю, почему. Мне кажется, время его подошло. У Вари, в принципе, я Варю знаю довольно приличное время, Варя всегда говорил, что киберспорт ему погода не делает. Если у него будет вариант, скажем так, идти на хорошую работу, да, с хорошими лаве, деньгами, зарабатывать, да, ну, или какие-то перспективы жизни, да, он бросит этот киберспорт даже на стадии, скажем так, финала. Скажет, ну нафиг, я пойду в жизнь. Мне в жизни жить, а это все молодо-зелено, скажем так. Это я говорю про то, что, как люди сами, импотессионеры. Гнус с базой, им смысла уже нет менять. И команду, не дисциплину, если так логически. Им надо держаться друг за друга, потому что они старенькие, им либо уходить совсем, либо играть вместе как-то. Такой ответ, я думаю, пойдет. Я думаю, ВП останутся, вкратце скажу, ВП останутся, и просто поменяется немного состав. Вот и все. Миша? Ну, это рассуждал Ангел нас. Ну, как бы, я хотел бы, конечно, может тебе какие-то сейчас раскрутить тебя, да, на скандальное интервью. Но не будем. Я просто не знаю ничего такого, чтобы сказать такого секретного. Просто я рассуждаю исключительно по игре. Не, просто я как бы, почему-то, не знаю, на российской локализации по форуму постоянно такие самоубийственные настроения ходят. Все, банкротится, закроется, умрет. Кайф давно умер. Уходим. Ой, да такое было-то уже, по-моему, еще в прошлом летом. Такое идет постоянно. Вот комментарий. Ну, никогда не хоронили КСГО, хотя оно давно умерло, еще четыре года назад, когда от него... КС, наверное, обычно. Ой, КСГО тоже, извините, все хайли-хайли, хайли-хайли. Нет, да сейчас нет, не про хайли, про то, что, как бы, хоронят. Потому что люди не видят турниров по игре, да, как бы и хоронят, поэтому. Вот я поэтому и спросил, что дальше, точнее, тебя люди спросили, почему, точнее, что будет дальше с ВП. Сами-то ВП не очень понимаю. Я хочу обратиться, я надеюсь, меня когда-нибудь кто-нибудь услышит, хотя нас слышали организации Мэлру, Сергей. В частности, это Сергей Тимуразов, это, по-моему, хозяин, если так скажем так, человек, который выделяет средства на Мэлру, то, что если он хочет содержать киберспортивную дисциплину у себя, такой, как Crossfire, чтобы игра приносила ему доход. Сейчас ты вот зря назвал имя и фамилию, сейчас ВКонтакте... А его не найдут там, его там нет. Ну, ясно. Повезло. Пускай пишут, мне скрывать абсолютно нечего, я человек, гогат, и мне даже могут запретить играть, я не расстроюсь. Пойди, жди бана, пойди. Сейчас прям сразу иди в игру, проверяй. Пускай. На самом деле, я не расстроюсь, я ничего плохого не хочу сказать, он делает достаточно много для российского, скажем так, Crossfire, потому что такую игру... Ну, не знаю, я сразу нашел ВКонтакте. Держать на плаву очень тяжело, да, если он хочет развивать, скажем, если Мэлру, просто надо переписывать бюджет, потому что мне известно, что на этот год там бюджет был маленький, не очень большой на все эти ланы, да, надо просто выписывать бюджет на то, чтобы, скажем так, в киберспорт развивать. Именно тогда будут и крупные соревнования, и даже, возможно, приглашать иностранных игроков, да, там, устроить какой-нибудь один турнир в год, искать спонсоров, там, типа SteelSeries, Razor, потому что в любом случае, если увидят то, что приезжают иностранцы, да, спонсоры захотят это спонсировать. в этом я и уверен. А, ну, ты там про свое что-то? Ага, я уже просто, ну, ты озвучил имя, я с фотографией смотрю, тут, кстати, в ЦГ-2001 скорее. тему. Ну да, в Пленце. Варя такой молодой. Ты нашел прям сразу. Сразу вообще. Да-да, кого нужно, это, ну, не знаю, Сергею надо только и исключительно следить, и даже не всему Сергею, всему Мэлэру надо развивать. Ай. Crossfire, если они видят в этом смысл, если они в этом смысле не видят, просто оставлять это как... Ладно, нас люди слушают, мы о грустном. Результаты ВЦГ-2011 по дисциплине Crossfire мы озвучим и уйдем в туман. EG, чемпион, Китай, Маден Чина, оттуда у нас чемпионы, второй год подряд, то, что мы наблюдаем, то, где участвуют наши тогда еще религенты, теперь Virtus.pro, второе место у нас, всегда хочу их назвать, ну, кто, кто, кто? Команда Freedom из Вьетнама, я их тревожил. Ребята играют год, ребята играют год, ну, вьетнамская локализация примерно год всего, и ребята добились великолепных результатов. Да, серебро и денежку заработали. И третье место у нас команда Philippine, неожиданно для нас, получает, вроде как, обыгранная с лихвой, да, в групповой стадии Virtus.pro, но в борьбе, одолевшая наших ребят, и наши ребята оказываются на четвертом месте. Вот такие у нас результаты этого ЦГ, что будет дальше, одному богу известно, как уже вошла на, в народ эта фраза, следите за новостями. С вами были Михаил Анга и Михаил Акрошек. Всем спасибо, всем добра, удачи, любви, отдыхайте, играйте в Crossfire, но не забывайте про реальную жизнь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok